Приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем играть за Германию. Наконец у нас наступили мирные времена. Не знаю надолго ли, нас по-прежнему большая часть Европы ненавидит. Кстати, Украина хочет династический брак. Давайте, я согласен. Кстати, с хорватами тоже можно это заключить за счет наших легитимностей. Она у нас большая, но пусть будет. Что поделать, я не против. Так, у нас новое тут задание. Разгромить повстанцев. Что получим? Престиж 5. Тоже мне. Число восставших провинций меньше одного. Но с другой стороны, у нас тут больше и нечего брать. Да, давайте возьмем разгромить повстанцев и... Так, давайте вот... Нет, этим надо бы навалять, конечно, нам пехоты не хватает. Давайте пехоту сюда доведем. Надо... В этой серии я хочу прям вообще увлечься просто строительством. Надо решить все свои внутренние проблемы. Договориться дипломатически с нашими соседями. Как-то улучшить отношения, потому что у нас творится какое-то мракобесие. Надо с этим справляться. Кстати, так, тут национализация. Да, по всей видимости, Эдиктом не хочет разбаловать себя Австрия. Так что непонятно, как долго она вообще будет держать. Но ничего не поделаешь, надо национализировать этот Флуджи, пока там снова не появились эти повстанцы. К слову, из-за целостности империи у нас более-менее нормальная ситуация. Но, конечно, тут еще будут мракобесы свое слово говорить. Хорошо, что мы являемся защитниками веры. Это нам дает большие преимущества. Мы можем спокойно обращать всех в свою религию, потому что у нас их два миссионера. Вот. Так, Украине мы отдали многие территории, и это очень здорово. Наверное, дорого там будет по 300 очков это стоить. Мы, кстати, уже их можем аннексировать. 300 нам это обойдется. И вот эти все территории станут нашими. Мне кажется, это вообще отличная идея. Вот. К слову, наверное, Хорватию можно будет аннексировать, но надо с ней для этого отношения улучшить. Так, улучшаем. Какие проблемы? Так, с Виттенбергом мы тоже там улучшаем. А в общем-то чего? Украина все, она этими территориями владеет, они станут нашими национальными. И, по-моему, это отлично. Но, наше отношение с Хорватией из-за этого чуть-чуть ухудшится. Поэтому давайте сначала... Ну, нам тут и так не хватает. Давайте сначала Хорватов аннексируем. И у нас, кстати, дипломатические отношения станет уже приемлемое количество. Нет, пока мы не будем тратить наши очки. Использовать. Я бы так сказал лучше. Использовать наши очки. А... Слушайте, ну чего, я выполнил вроде, да? Нам надо только эту провинцию отбить. Задание должно быть выполнено. Я правильно все понимаю. Ну да, больше у меня тут нет восстаний. Все. Следующее задание. Фабриковать на что-то там претензии. Получить престиж и военные очки. Вообще нет проблем. Это у нас... Кстати, давайте вот эти дикты отменим. Просто потому, что нам нужны военные очки. А... Воевать я не скоро собираюсь. Это я вам заверительно утверждаю. Так. Какую провинцию? Монтения. Где бы это ни было. Мон... Тения. О! Пффф. С удовольствием. С удовольствием на нее претензию оформлю. Так. Бютинбшплянгфлёнг. Погоди. Да, я тут... Оформлю себе претензию на Монтению. Надо их по чуть-чуть будет грызть. Тут мы национализацию еще, кстати, не начали. Из-за того, что Польша тут владеет. Но надо со всем этим закончить. У меня нет, на самом деле, тут вариантов. Я просто это обязан сделать. У меня много наемных войск. И... Не знаю. В общем-то, наверное, это не так уж и плохо. Так. Давайте пополам разделим. Вы сюда. Вы вот так. Вы сюда. Пусть армия будет сбалансирована. Появит советник типа торговец. Ну... Тему с советниками можно пересмотреть. Постоянно прирост отношений. О, дипломатическая репутация. Ну... Давайте. Мне сейчас это надо. Риск восстания минус 3. Тоже отлично. То есть... Целость империи еще эта штука минус 6 дает. И... Видите, нас не сильно беспокоит пока... Вот эта тема с... 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 Сверх расширением. Но... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Кажется, кто-то сейчас наваляет... Эээ... Австрии. Да наверняка. Хотя, смотрите-ка. Любопытно. Ха! Францию разбили! Тупые французы. Слушайте, а что, у них правопроходы есть? Серьезно? Нет. Как они тут оказались? Приплыли, что ли? Что за дела? Походу, что приплыли. Вообще, я не знаю, как они могли обойти мои территории. Тут просто такая граница железная. Так, ну да ладно. Это все детали. Тут мы претензии фабрикуем. Тут мы улучшаем отношения с Францией. Потому что мы можем. Они, кстати, наверное, нас считают своими врагами. Но мы это уберем со временем. Вот. Надо снять их, кстати, эмбарго. Я лучше подумал. Так, Хорватия. Еще пока не аннексировалась. Все. Подфабрикуйте. Успешное посольство. Престиж. И еще Швеция о нас будет хорошо думать. Ну, великолепно. Просто великолепно. Так. Кстати, если кто не знает, хочу вам рассказать такую фишку, что... Вот знаете, случайные события происходят в игре? Так называемые ивенты. Они зависят от того, какие у вас идеи развиты. То есть, если вы полностью закрываете одну из... Ну, какую-то там идею, то у вас по этой идее начинают специальные ивенты происходить. Поэтому идеи закрывать очень выгодно. То есть, вы... Как бы у вас больше... Там обычно события всегда положительные. То есть, вот как сейчас, например, было, да? Поэтому вот учитывайте этот фактор. Поэтому, например, мне хочется поскорее все это дело закрыть. Но мне надо тут разобраться еще сначала с... С этими. С присоединением, например, на Хорватии. Кстати, я не знаю, чего они... Еще меня не любят. Но скоро полюбят. Куда они денутся. Так. Все. Обратили мы. Патриоты где-то опять восстали. Давайте вот поменяем. У нас тут какой-то просто нереально мощный... Генерал. Очень мне нравится. Все. Обратили мы. Но, походу, у нас... Почему-то мы где-то кого-то не можем обращать. Видимо, у нас там идет национализация. Так. Защитить братьев где-то там это точно нет. Создать достойную армию это точно тоже нет. Потому что... Пфф. Не, ну, нам, конечно, армию надо клепать, но... У нас пока все на наемниках держится. И пусть так и остается. К слову, у нас ужасный правительство. Просто отвратитель. Следующий 1-2-0. Ребята, это просто ужасные, так сказать, времена наступят у нас. То есть нам надо будет каким-то образом тут аккуратненько сидеть и ждать, копить очки. Потому что все вот эти вот наши... Мы мощно тут как бы лидируем, да? Ну, уже, кстати, не так уж и мощно, но... У нас нормально с технологиями. Но это все временно. Это все начнет ухудшаться. Так, видите, когда они сразу появляются, у нас тут... Ну, тут же мы большой бонус получаем. Поэтому выгодно армию держать в таких условиях. Видите, из-за того, что у нас есть провинции, которые имеют золото... Золото! Это, по-моему, Тироль. Да. У нас благодаря этому инфляция повышается каждый месяц. Мы ничего с этим не можем пока поделать. Но, во всяком случае, пока у нас не появится какой-нибудь модный мэн. Модный мэн. Лучше не скажешь. Все, начинаем аннексию. Так. Да, погнали. Улучшает отношения с Хорватией. Отменить. Так. И давайте еще аннексируем Украину. У меня нет дипломатов. Теперь есть. 341! Ну, это еще, можно сказать, все происходит благодаря... Молдаванские циналисты где? Ага, понятно. Так. Давай, мэн. Топы шлепай туда. Кстати, наверное, лучше не так. Лучше... Вот так. Я думаю, вы успеете. Я в этом не сомневаюсь. Все, сейчас мы этих присоединим. И у нас... Кстати, тут нет, по-моему, территории, которая входит в Священную Римскую. Поэтому это не вызовет бадхерт у остальных наших соседей по партии. И давай, Австрии, принимай эдикты. Я согласен. Сколько у тебя там согласных, кстати? 16 против 14. Отлично. Просто великолепно. Так, национализация заканчивается. Все, наконец-то. Можем и этих национализировать. Сто семьдесят пять! И господи, как много. Это какой-то ужас просто. Лейнс обращаем. И... Тут у нас... А, все, все, все. Наконец-то мы все заплатили. И... Были таковы. Франция просто спокойно ходит по этой территории. Потому что Австрии является частью Священной Римской империи. Все, по-моему, они закончили войну. Да. Непонятно, чем она закончилась. То есть, вроде... Вроде Венеция ничего не получила. Неясно. Может, там Франция что-то потеряла. Ну, по крайней мере, императорский авторитет Австрия не потеряла. Но... Погрызли ее немножко. Ее легитимность уменьшилась. Плевать. Так. Обращаем. Ой, да. Тут, конечно, в Украине надо многих католиков еще обратить. Ой, в Хорватии, то есть. Воу-воу-воу! Что это? Это типа армия, что ли? Не смешите мои носки. Это армия с трудом можно назвать. Так. Ну, не сильно они тут, кстати, жалуются на жизнь. Стоит заметить. И правильно делают. Значит, получат по швам. По швам, да. По шапке. Религиозное единство тут, наверное, рано брать. Лучше защиту провинции Молдавия. Ну, можно. Можно, можно до ста довести наши традиции. Так. Улучшаем. Кстати, тут эффективность миссионеров прибавится. Что тоже нам пригодится. И! Нам надо скоро начинать строительство. Кстати, таможня, ценность торговли, местное влияние. Постройки или так. Скорость в постройке. Бля-бля-бля-ча-ча-ча. И флот! Я совсем забыл про флот. Кошан, не стоит забывать про флот. Никогда! Так, ранний фрегат будет на 19 уровне. Это 18, это следующий 19. Не, давайте. Покажите, я же вроде заплатил за аннексию. Ну да. А, ну да, она же капает, типа, каждый месяц. Я чуть не забыл. Все, и у нас будет 5 пятых. Что вообще отлично. И... Кстати, с Нарвой можно тоже династический брак. А, ну да, они уже в подчинении у нас. Нифига, гёс он разросся! Вы только посмотрите. Хулиганы-то какие-то. Вот тяна. Надо с ними что-то сделать. Освободить наших соседей. Князей так уже скоро не останется. Слышь, Австрия, ты хоть что-нибудь там делай. Вот когда я был императором, вот тогда... Ладно, надфлот создавать. Это... В этом я убежден. А, так. Флот, флот, флот. Лё... Лёфлёт. Строим флот. Класс. Как хорошо в мирное время. Вот, мне нравится воевать, но когда... Долго воюешь, прям так и ждешь мирное время. Просто сидишь такой. Ой, спокойно развиваешься. Вот я понимаю, почему там, когда мы победили войну, ну, я имею в виду Советский Союз, то... Ну, все это, знаете, уже надоедало. Мы потом с такой радостью жили. Понимаете, о чем я? Просто с радостью жили. Не беспокоясь ни о чем. Ну, то есть... Вы, наверное, понимаете, о чем я. Это как... Не знаю, где живешь в каких-нибудь ужасных условиях, да? По сравнению с теми, с которыми ты обычно живешь. Где там, не знаю, каких-то нету комфортных... Пффф, посмотрите. Путешествующий министрель. Это у нас, опять же, какая-то вот идея сейчас выстрелила. Я думаю, это новаторские идеи. Ну, скорее всего. Однако тут ожидает, что прекрасную музыку достойны только мы. Ну, а что тут думать? Тут думать нечего. Надо улучшать стабильность. Да. Улучшает стабильность. И теперь до тройки ее доводить. Оба! Стабильность 3! Офигенно просто. Поэтому надо идеи закрывать. И... Ладно, это мы брать пока не будем. Имперский авторитет. Можно взять. Нам 360, по-моему, да, надо? Да. И того 600... 720. Давайте пока подкупим. Время пути, так я помню, вот эти вот ребята тут ходят туда-сюда. И... Нам надо улучшать отношения с ребятами, своими соседями. Ну, они тут все меня не очень-то долюбливают. Давайте с этим. Незаконные территории. Улучшение отношения. Сражался до конца. Еретик. Кельн. Кто же тебя переманил-то, а, в эту религию? Хулиган-то этакий. Кстати, они могут моими вассалами стать? Отлично. Это Кельн, да? И... Чё у нас с Майнцем? Майнц. Да, ненавидят они. У меня есть агрессивное расширение. Эти, кстати, тоже тут... Ну, с этими хоть можно тут договориться, смотреть. Сделать их... Ну, всякий там брак заключить, например. Давайте сначала... Улучшим отношения. Нам ещё надо Украину присоединить. Чтобы у нас очки не использовались. Супер-очки. Так. И... Знаете, любопытно. А Венецию гипотетически можно присоединить? Не, у неё вассал больше... Ой, у неё больше сорока. Базовый налог. Надо мне ещё... Так, французы. Ну, вы да, вообще меня ненавидите. Я понимаю. Союз не хотите, я понимаю. Вы меня вообще терпеть не можете. Надо им отменить запрет на торговлю. А вот Россию его, наоборот, навязать. Так, отлично. Парампампашки. И... Чё ещё-то нам надо? А, да! Фабриковать претензии на провинции этих негодяев из Османской империи. Да вообще на все. Плевать. Хотя... Стоп, погодите. Не плевать. Отменить. У нас же тут... Как сказать? В общем, тут... Вот на эти территории да! А на те территории нет. Это у нас кто? Болгария. Слушайте, ну... Болгария, кстати, небольшая. Можно будет её подосвободить. Фига. А, это Сербия. Для Сербии нужно много очков. Вот на... Вот на эту можно... Так. А это кто? Валахию. Тоже я бы освободил. У нас удешевлённая на династию. Да, я, знаете, так и сделаю. А вот на эту я точно оформлю. Фабриковать 24 апреля. Торонтл. Так же? Так, 24 апреля. Торонтл. Да, вот на эту мы возьмём себе. Всё, отлично. Пора-пора-порадуемся на своём веку. Аннексия долго длится, но, конечно, страна гигантская. На эти очки уходят. Хорошо, нет, систему сделали. Мне нравится. Раньше посложнее было. Обращаем. Обращаем всех в истинную религию. Кстати, слушайте, можно ещё... Вот чё, сколько мы на советников используем? 38. Это значит 4, да? На 4 дешевле будет. За счёт дипломатических очков. Ну, я не против чего. Стоимость советников – это дипрепутация. То есть мы денежки себе можем поднять. Давайте возьмём. У нас дипломатическая репутация просто гигантская. Ну, почему-то нам не пишут. Не знаю. Почему? Она-то должна вообще писаться. А она не пишется. Видите? У тебя она у нас очень большая. Так. Гёссен. Ты вообще тут разросся. Просто не горюй. Стоит заметить. Что с тобой делать непонятно. О, я забыл! У меня же тут флот строится. Господи, уже построился. Так, флот. Давай. Стекайся. Нам ещё корабли нужны. Потому что тут ещё девять кораблей можно построить. Раз. Два. Трис. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. К слову, о, мы на втором месте. У нас, наверное, по очкам только из-за этого дипломатических не хватает. Ой, подождите. Так, странно. Сравнение счёта. Счёт. Германия. Так. Да, видите, мы по военным на втором. Это почему? А, ну у нас армия маленькая, да. Надо пополнять. Ну и дипломатические у нас ужасные. У нас, видите, адмирала нет. Нужен адмирал. Срочно. Великий адмирал нам нужен. Давайте его наймём. Стать императором. Способить нашу культурную Вильну. Чё дадите? Десять очков, да? А Вильна это у нас где? Так. Вильна. Вот здесь. Сколько? У-у-у-у. Не-е-е. Это дорого. Конечно, налоги это хорошо, но это очень дорого. Так. Фабрикация на... На что? На Едишкуль. Едишкуль. Это где? Е-е-де-ш-куль. О, пожалуйста. Это у нас провинция Россия. Это можно. Так. Османцы. Э-э-э. Фин, офигеть. Мы сейчас все свои проблемы решим. Причём нам ничего сделать не могут, потому что мы же... Эти самые какого. Мы же, мы же. Мы же, мы же, мы же. Так, вот ты где патрули... Ты там патрулируешь, да? Значит, оттуда у нас идёт... А, мы 8,9 там извлекаем. Всё правильно. Тут вообще дофига задерживается, кстати. Здесь, конечно, Швеция извлекает прибыль. Но мы 8,9. Так что давайте, ребятки, патруль в Любике устраивайте. Что-то мы там мало патрулируем. Здесь девятка извлекается. Тут двадцатка. Не, вообще 29 это неплохо. А если будем перенаправлять... Ну, не знаю. Не стоит, наверное, перенаправлять. Хотя меркантилизм у нас хороший. Можем много перенаправлять. У нас тут, по-моему... Вот за счёт чего у нас торговли, Яне? От провинции 131, да? И от патрульных кораблей 161. Ну, давайте перенаправлять. Ну, 9 мы получаем. Так мы эту девятку перенаправляем сюда. А тут у нас ещё эффективность торговли увеличивается. Ну, мы с этим вообще отсюда, по-моему, всё вывозим просто. Всё, что только можно. Но зачем? Вот вопрос. Мы... Так мы 27 там получаем. А так мы тут получаем десятку. И тут 19. То есть 20... 10. 20-10, да? 30. То есть так получается выгоднее нам. Мутить-тутить. Поэтому давайте продолжим этим заниматься. Так. Конечно, неплохо было бы флот слить в единую партию, но... Чё у нас там? Недовольны ещё фрюджи, да? И тут чуть-чуть... Тут нормально. Давайте отделим вот эти войска. 13 штук. Уничтожим. Конечно, из-за этого к нам будут хуже относиться наши соседи. Но армию мы сейчас подвосстановим. Свою собственную. Рак. Распустить. И... Чё у нас получилось в итоге? Давайте посмотрим. 21-13-8. Понятно. Давайте построим... Тут этих. Пару пушек. Так. Построим побольше кавалерии. Пехоту мы всё равно сможем потом использовать свою собственную. Кстати, можно ещё и... Так. Ну да. Здесь более-менее спокойно. Ещё можем убрать... Плюс 7,6 в месяц. Это просто какой-то мракобейс. Уйма денег, как говорится. Ну, армию надо иметь. Иначе нас соседи вообще не будут бояться. А следовало бы им бояться. Следовало бы. Всё. Так. Денежки огромные. Так. Так. У меня, видите, сразу в калицию что-то вступает. Объявляют нам эмбарго. Конечно. Думают, что мы типа ослабли там. Армию свою распустили. А мы её модернизируем. Бойтесь нас. Так. Давайте ещё пару пушек воткнём. Потому что мы можем... Ну да, на это, конечно, месяцы уходят, понятное дело. Но... Чё поделать. Так. Всё, наверное, пехота... Ой, этих конец у нас... Сколько? 26. 10 пушек. Давайте ещё три пушки построим. Раз. Два. И три. Так. Интеграция. Долгий процесс. Отлично. Вот. Нам, кстати, армия тут, по идее, прибавилась. И ещё построим... Ещё четыре конницы. Да. Обратим внимание. Четыре конницы. Так. Раз. Два. Три. И четыре. И можно начинать пехоту клепать. Она дешёвая. Так. С кем бы мне отношения строить? С кем бы, с кем бы. О. Открылись тут провинции все. Теперь мы их видим. Виджейн Агар! Тащи нагибает. Ладно. С этими пока нет. Ещё успеем улучшить. Васалы. Всё. У нас тут пять пяток. Значит, у нас плюс 11. 28,4. И всё это за счёт наших уважаемых... В общем, не за счёт провинции, скажем. Смотрите, Россия хочет нам войну объявить. Стянула войска. Хулиганка. Ладно. Я согласен. Сейчас повоюем. Так. Глупая Россия. Давайте начнём подфабрикации делать. Чё нам, кстати, какая провинция будет нужна? Так это польская. Польская очень дорогая. Но... Вот на эту можно сделать... Так. Тайные провинции. Шплёнг. Шплёнг. Флёнг. Подфабриковать претензию на Юкиншпюнгель. А, у нас, кстати, задание на это. Так всё нормально. Так, Россия, повоевать хочешь, да? Я ж тебя вижу, как облупленную. Так, Австрия. Давайте с богими получаем отношения. Чё-то мы её кинули зачем-то. Я вообще не понимаю, зачем. Надо возвращать её к нашему васолету. Васолету или как-то там... Васолитету. Выйдите вот сюда на 59. Так. Денежки копим. Хотя, не знаю, может, они ещё передумают. Но вот это я точно возьму. Кстати, тут генерал без содержания. Измене военных традиций. Казнить его! Либо защита от шпионов. Пф! Защита от шпионов. Плевать. Риск восстания в провинции из-за отличного винограда. Какая прелесть. Так, а вы, ребятки... Ну, в принципе, чё? Отсюда мы можем напасть на них, правильно? Нам, правда, время понадобится какое-то. Вот. Но это уж... Тут ничего не поделаешь. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Объединяемся. Объединяем усилия. Гриндайзер. 58. Ну, всё равно мы тут много получаем. Дэнушек. Волшебных. И мы молодцы. Так, армия. Ну, чего у нас тут с армией? Эм... 30, 36, 18. Пару пушек надо добавить. Раз. И... Два. Отлично. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Национального достояния. Единственная вера. Какой у нас лимит-то теперь, к слову? Нифига, уже 84. Нифига, я думал, у меня там проблемы с этим. А, смотрите, нет, всё нормально. Так, всё. Решили мы проблемы со сверхоширением. У нас теперь хорошо прибавляется по 1500 рекрутов. Вот. И это отлично. Пипец. 66 голды. Господи, офигенно просто. Уйма средств у нас прибывает. Так, Швеция покидает коалицию, покидает коалицию. Ну, конечно. Как армию нашу увидели, так сразу покидают коалицию. Ну, в принципе, пора уже, наверное, тут закрывать вот эту тему. Сейчас ещё пока пусть будет перский авторитет. Скоро, наконец, примут новое постановление. Новую реформу. Слушайте, надеюсь, её там не отменил? Фух. Я думал, француз её отменил. Так, вы сюда. Топайте, шлёпайте, как у нас с флотом. Так, ещё два корабля можем. Богемия хочет. Давай, согласен, Богемия. Присоединяйся к нам. Союз династический у нас есть. Право прохода я тебе предоставлю сейчас. Сейчас, сейчас предоставлю. Погоди немножко. Так, ты возвращайся. Предоставить право прохода. Так. Не помешает ей. Такая защита. Защита каракан. Без шансов просто. Пусть только тронет её к тому и сразу там вмешаемся. Так, престиж увеличился. Ура, мы теперь сами можем на Россию напасть. 420. Какая прелесть. Это, конечно, защитник веры. Но пусть будет так. Всё, 19. Пусть только сунутся к нам. Шотландская пехота. Это агрессивная, да? Либо густовианская. Ну, мощь натиска в атаке. Мне нравится. Боевой дух вообще огромный, да? Да, вот это хорошо. Шотландская пехота. Пусть будет. И чё у нас тут? Улучшить защиту где-то там. Да? И благодаря этому мы можем получить военных традиций до соточки. Бесарбия. Это у нас где? Бесарбия. Вот здесь, да? Отлично. Отлично. Хорошая идея. Я только за. С религиозным единством у нас походу... Ой. Ой. Ещё-ещё. Обращать и обращать. Ну, ничего не поделаешь. Такова жизнь. Что все тут станут истинными. Мы больше не претендуем на осёл. Мы больше не претендуем на ещё что-то там. У нас что-то вдруг стало много дипломатов. Кстати, Франция уже смягчается. На Кастилию плевать. Так. Арагон. Кстати, нас что-то вдруг полюбил. Ещё БГШ. У тебя такая дипломатическая репутация, что ещё и враг врага. Так, Кальзас нас любит очень сильно. И правильно делает. Стоит заметить. Эх. Бросил я их. Разумеется, они недовольны. Бавария не согласна к нам присоединяться. Из-за разгневного отношения, кстати. 80 и 90. Интересно. Нам, кстати, хватит. Баварию к себе присоединить. Представляете, какая прелесть? Я ж только за. Давайте с ней улучшать отношения. Венгрия. Ну, с этими понятно. Они меня просто терпеть не могут. Польша тоже понятно. О, Готланд! Я совсем забыл про Готланд. Мы же его тоже можем к себе присоединить. Не знаю, зачем нам это нужно. Но мы можем. Это главное. Главное, что мы можем. И... Что у нас там с этими-то ребятами? Раз, два. Богемия, три. Будет. Я уверен. Кельн. Вот что с Кельном делать непонятно. Ну, отношения, понятное дело. Можем улучшить. Это они нам, кстати, еще не передают. Давайте сначала подарим им подарок. Отправить подарок. Легко их подкупить. Так. Отлично. И пусть передают торговое влияние. 2 июля. Так. Передавайте. Я только за. Отлично. И... Кельна, кстати, там мало осталось. Вот видите, всего одна у них провинция. Вау-вау-вау! Это из-за того, что у нас, походу, эти... Базовый налог в Киеве увеличится на 2. Офигенно. Либо число рекрутов. Ну... Число рекрутов у нас вообще, кстати, до 41-го года на целый год плюс 15%. Неплохо. Неплохо. Конечно, базовый налог на 2 это круто. Мне очень нравится в Киеве. Да. 14. Будет 16. Еще больше. Но... Число рекрутов плюс 45. Это тоже, я вам скажу, немаленькая тема. Да, тут, кстати, и так его огромное количество. Ну, давайте рекрутов. Мне сейчас рекруты нужны, чтобы армию подвосстановить. 183 мы можем держать рекрутов. Просто огонь. Просто гигантский огонь. Красивый и блестящий. 720 нам надо, чтобы эти идеи закрыть. Но пока мы их не закрыли. Так, Крым. Плевать на Крым. Ммм, богемия. Не знаю, что с тобой делать. Давай торговля я не передавай, что ли. Тебе, слушай, давайте подарок отправлю. Потому что я могу. Вот так вот все у нас просто с тобой происходит. Здесь надо отношения улучшать. Не, погодите. Пусть богемия нам передаст. А, все, с богемией мы уже нормально. Так, Кельн. Ну, чего, улучшаем с тобой отношения. Богемия возвращаем. Так, и теперь давай нам... Ээээ... Чего? А чего это? А, это Франция. Почему же Францию не хочешь передавать свою торговлю? Не понимаю. Что за глупость? Так, и... Смотрите, несмотря на то, что нас все ненавидят. Все равно, благодаря нашей репутации, у нас есть шанс быть избранными. Но, мне хочется, чтобы это произошло после того, как мы... Ну, после того, как австрийцы реформируют правительство. Ну, Священную Римскую Империю. А потом уж можно избираться. Как получится. Так, эээ... Нет, здесь мы ждем. Это мы копим. И пора уже начинать строительство. Так, собор. Плюс семь. Бам. Класс. Все. Строительство завершено. Фига, где-то храмов не хватает. Что за дела? Все, хватает. Доход от налогов провинции. Воу-воу-воу. Есть куда деть эти очки. Это прекрасно. 0,7. Ну, ладно. Это подождет. Что такое? А, денег нет. Вот чего. Так, университет. Стоимость технологий. Блам-блам-блам. Посольство. Ну, это у меня вроде все есть. Что оно мне так горит? Будто у меня этого... О, Война Академия, кстати. Тоже крутая тема. Измене традиций. Плюс... Плюс 0,5. Это... Пф. Это у нас вообще они будут еле падать. Прикиньте. То есть, будет очень медленно оно понижаться. Но! Так, этих мы обратили. Продолжаем. Обращать дальше. Чего у нас тут? Давайте за счет дипломатических очков посмотрим, что можно сделать. Так, местное торговление плюс 25%. Ну, вот здесь это надо сделать. Гадалки не ходи. Где-то у нас тут, по-моему, еще был какой-то важный узел. Вот. Но, по-моему, прежде чем этот важный узел делать... Мы, кстати... О! Мы можем почтовую станцию теперь поставить там. Нам еще вот этот модификатор торгов. Плюс 3 везде! Господи, какое счастье! Но... Даже не знаю. Нам, конечно, там закрыть было бы неплохо. Но давайте вот тут построим. Плюс 27. Потому что там важный узел. И вроде больше тут негде. Важных узлов тут больше нет. Где бы у нас не было построено. Ну да. А, в Киеве еще можно, кстати, воткнуть. Так, новая идея. Распространить культуру атаковать державу Россия. С чего бы это вдруг? Не, ребят, вы что-то уж слишком загибаете. Сами нападут! Буду я еще первую нападать. Так. Чего это? Где это? Почему это? Фух! Я думал, у меня там вся армия стояла. Твари налево. Я уж немножко... Немножко испугался. Самую капельку. Так, ладно, давайте туда дуйте. Вы вот так. Вот так. Вот так. Утяк. 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 И вотяк. А что у нас, кстати, с армией-то? Вступает в военную коалицию? Ни фига себе. Бранштвейк? Чего? Бранштвейк? Ты-то чего вступаешь? А, в коалицию. Ну, в принципе, не страшно. А кто там у нас претенденты, да? Подняли восстание. Патриоты. Твое налево. Ладно. Иди им раздай, как следует. Так, стопите. Что-то вы быстро тут шлепаете. Нам еще надо боевой дух поднять сначала. Месяцок подождать. Все, нападайте. Отдаю вам приказ о нападении. Кто это тут? Османские дворяне. Ой, дворяне опасные, ребят. Что? Они только появились! Офигеть, как они уже взяли! Пипец, ребят. Что за мракобесие, вот скажите мне? Кто это пришел тут? Богемия? Спасибо. Добрая богемия. Офигеть, быстро они среагировали, стоит заметить. Не жалечь средств дипломатических очков. Все, отлично, хватает нам. Э-бам! Э-бам! Э-бам и бам! Все, прекрасно. Теперь мы можем принять вот эту вот тему. Пять шестых у нас. То есть, мы можем еще там взять одну. Но... Нет, подождите, не эту. Вот эту. Улучшает отношения со всеми. Доход от вассалов. Стоимость стабильности. Вклад войск. Стоимость советников. Минус 10. Тоже, кстати, неплохо. За счет административных очков будет больше денег, да? Плюс 3-4. Ну и плюс влияние агрессивного расширения. Давайте возьмем. Так, и время в пути. Нет, это ерунда. Вот. Улучшение отношения. Дипломатические отношения. У меня, кстати, что-то их маловато. Знаете, можно вот этих, например, присоединить. Я так чувствую. Чувствую это. Всем сердцем. Так, давайте вот этих присоединим. И вот этих. Улучшим отношения. Хотя, в принципе, у нас чего? У нас и так уже хватает тут. Можно спокойно еще одно отношение задействовать. Так. Да, 6 шестых. Теперь, если мы возьмем вот это дело, то у нас будет... Так, все, отлично. Ура! Все, мы закрыли эту тему. Готланд. Согласен. Ой, легитимность какая низкая. Что делать? Ой-ой-ой-ой. Плохо-плохо-плохо-плохо. Так, военный советник. Чешло рекрутов давай, конечно. То, что нам надо сейчас как раз. Деньги капают. Надо бы... Воу-воу! Слышите? Крестьяне. Крестьянин торжествует. Что за дела? Ну-ка. Вы сюда. Это, видимо, бывшая украинская армия. Богемия тут что-то к нам пришла. Непонятно зачем. Но пусть будет так. Так. Но, вы знаете, наверное, нам надо сюда все-таки отвезти. Потому что там у нас могут быть трудности. Да. И здесь тоже, видите, одна провинция проблематичная. Ну, из-за того, что мы начали тут обращать егетиков в истинную веру. Бам! А мы помогли вам. Мы вам помогли. Правда, вы нам тут торговление даете... Ой, производство увеличиваете. И правильно делаете. Красавцы. Так. Хорошие новости. Отлично. Сколько нам торговли дает? Налоги 62. Торговля 33. Класс. Просто великолепно. Завербовать капера. Все это фигня. Ладно. Нет нормальных. Тут идей. 10, 5 и 7. Сойдет. Можно фокус, кстати, поменять. 18, 17. Хотя не, мне надо дипломатические технологии еще развивать и развивать. По идее мы на первом месте. Да, и по военке теперь, и поэтому. Нам надо дипломатию развивать. Просит предоставить Португалии. Да, пожалуйста, проходи, не стесняйся. Не стесняйся, улыбайся. Блин, Гёссен что-то вообще. Слушайте, ну, кстати, если Гёссен захватит Майнс, и Майнс тут исчезнет, я буду только рад. По факту. Мне это только на руку. О, богемия за меня, осталось только с Кёльном разобраться каким-то образом. Так, союз нет, влияние нет. Все у тебя тут дано от меня. Отправить подарок уже, по-моему, было. Да. Назначить субсидии. И больше я уже ничего не могу сделать. Других вариантов у нас тут нет. По-моему. Ну да. К сожалению. Ладно, давай назначим субсидии. Может, ой, 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 как тут. Некисло мы можем им платить. 90 лет. Прекрасно. Хотя, ладно, давайте сделаем поменьше. Не значит даст. Ну, 30, допустим. Так. Плюс 33 каждый год. 36. Отлично. И, чувак, Кёльн, голосуй за меня. Голосуй. Видите, из-за того, что он еретик, у меня проблемы. У них, кстати, с Австрии вдруг союз образовался. Вдруг, конечно, Гошан. Прям вот вдруг и образовался. Династический брак есть. Подарок есть. Союз есть. Гарантировать независимость. Точно. Отлично. Истинная вера есть. Это обращаем. Фух. Мирное время. Какая прелесть. Гарантируем независимость. Династический брак уже есть. Союз есть. Осталось только с тобой отношения улучшить. А, уже улучшаем. И... Да, Бавария. Так, не хочет она. Видите, разгневанные отношения. Союз тоже не хочет. Хулиганка. Почему? Мнение. Чё там, кстати, с коалицией-то? Побавилось стран? Давайте лучше через летопись посмотрим. Так. Ну, поменьше стало чуть-чуть, но не сильно. Всё равно нас многие недолюбливают. Но мы сидим тише воды, ниже травы. Все дела. Франкфурт. Кстати, Франкфурт. Помнится, как-то у тебя денег было немерено. Казна. Ганзы 10 тысяч. Господи. Это просто какое-то мракобесие. 10 тысяч. Как бы мне на тебя напасть? Кстати, могу. Смотрите-ка. Могу напасть на них. Сделать полное присоединение. Так. Тайная операция. Не могу. Она является моим подданным. Твою налево. 10 тысяч. Слушайте, это интересно. Можно прийти их и ограбить. И снова сделать своим вассалом. По-моему, это отличная идея. 10 тысяч. Вы представляете? Но... Надо подумать. Нужна ли она мне вообще в вассалах? Я вот еще думаю. Она мне нужна, чтобы давать вот эти вот финтифлюшки. Да? Торговую республику. 14. И для того, чтобы ее грабить. Поэтому, что я парюсь? Ну, вот Саксон Флаксон может на нее напасть и ограбить. Вот этого я не хочу. Ну, ладно. Давайте, аннулируем. Сейчас. Сниму статус вассала. Зачем она мне нужна? Незачем. Только очки меня занимает. Дипломатические. Ну, да. Она меня будет ненавидеть. Я ее потом снова сделаю своим вассалом. Аннексировать мне нет смысла. Ну, да. Давайте снимем. Ой. Минус 25 престижа. А что делать? Что делать? Скажите мне. В принципе... Не, ну деньги это крутая штука. Вангую я. Как мне вот на вас напасть? У меня нет повода, чтобы на вас напасть. А может и есть. Нет. Никакого. Господи шпильки-вильки. Так. Саксон Флаксон меня еще ненавидит. Еще пока я его не присоединил к себе. Но это можно исправить. Ах. Ганза. Напал бы я на тебя с радостью. Но у меня повода нет, да? У нас еще, по-моему, союз. Не, у нас союза нет, кстати. И не может быть. Торговая республика. Аннулировать. Снять. Потом делаем претензию. Так. И нападаем. Грабим. И ничего от этого не теряем. По-моему, так это работает. Вассалы мне дают какие-то копейки. По-моему, это так работает. Я же ничего не путаю. Ну, ограбит ее Саксон Флаксон. Я ограблю Саксон Флаксон. Какие проблемы? Да вроде никаких. Точно ли тут нет подвоха? Вроде нет. Ладно. Попробуем это осуществить. Так. Все сняли. Мы статус вассала. Арагон хочет... Арагон. А ты чего хочешь-то? Гельден хочет союз? Смотрите, забавно. Видимо, они ненавидели Ганзу или что-то типа того. Гельден. 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 Посмотрим. Просто тут... Так. Гельден. Где у нас? Что-то я не вижу его. Гельден. А, вот он он. Все. Понял. Ну. А у тебя есть соперники? Ой. Ой. Кельн. Не-не-не. Слушайте, отклонить. Ой, подожди. Отклонить. Отклонить. Эти ребята опасны. А у вас что? Соперники Османы, Неаполь, бла-бла-бла. И... Че мне вам... Че мне от вас нужно, Арагон? Слушайте, Арагон-то, кстати, маленький. Я даже могу своим союзникам, вассалам сделать. Со временем. Когда-нибудь. Может быть. Ну да, у меня военная мощь огромная. И дипломатическая репутация. Дружелюбные отношения. В итоге 47. Но у них базовый налог гигантский, да? И чего? А почему он такой? Большой. Всего-то у них тут пара территорий. В принципе... А я не знаю, у них претензии-то есть какие-нибудь? Да, смотрите-ка. У них на эти территории есть претензии. Воевать вместе с Арагоном? Че-то мне не хочется. Надо подумать. Ну, с Францией, Ватя, Франция просто ее сомнет и все. Если ее Кастили захватит, ну отлично, Кастили будет граничить с Францией. Я только за. Не, не надо. Извини, Арагон. Но я откажу. Прости меня, пожалуйста. Так, ладно. Все вроде, да? Платим мы тут уже за все. Давайте вот тут отступим. И снова получим ДН-ушку. Военные очки. Так, военный счет на первом месте. Супер-рэп. Тут нас все еще негодуют. С то, что мы там обращаем в истинную религию. Смотрите, как-то все тут сразу задвигались, забегали. Нам бы с Баварией заключить Финтифлюшкин договор. И присоединить ее к себе. Это же Бавария очень богатая. Это же вообще возможно. Ну да, чего бы и нет. 20, 17. Нет, подождите, а что это 37 стало? Было больше. Разгневанное будет 87. Ну и базовый налог у них огромный. Не получится, наверное, их присоединить. А вот Багимию надо уже скоро присоединять. Не знаю как. Но просто подождать, наверное. Пока... О! Я союз не расторгнул. Вроде как. Физерен бросил. Ну да, больше он ничего тут не претендует. Саксон Флаксон. Чувствую, надо тебя присоединять к себе. Потому что я могу. Хотя... Ты тут существуешь, никого не трогаешь. Зачем мне тебя коробить? Правильно? Правильно. Да, нет. Тоже нет. Браун Швейк. А вот ты вот в перспективе. 50, 30. Да, слушайте, этих я могу присоединить. А, ну у нас бесполезно. Эти Гессен тоже тут, видите, мракобесят по полной. Разумеется, они не присоединятся. Никогда. Навижу их. Но пусть будет так. Майнс. Тоже можно присоединить. Воу, воу, воу. Чё это ты за Савую, Богемию, голосуешь? Не стыдно тебе? Знаете, я даже думаю, надо Кёльн сделать вассалом. Богемию сделать вассалом. Это два. Эльзас будет за меня голосовать. И всё. И будет хватать, короче. Всё, да, так и сделаю. Так, Кёльн. Ты далеко находишься, но... В общем-то, это не проблема. Давай мы с тобой как-то тут решим наши с тобой вопросы. Я, кстати, не помню, а почему он нам тут не под 150? Незаконной территории. Из-за этого, что ли? Да это ж был-то когда? Господи. Тысяча лет назад. Так, отозвать. Что я могу для тебя сделать? Монтуэ, проходи. Что я могу сделать для тебя? Мой старинный друг. Экономика. Субсидии я тебе уже и так назначаю. Ну да, отношения по чуть-чуть улучшаются. Савуэ, с кем? С папской областью, пожалуйста. Ненавижу папской области. Фресландия с Францией, пожалуйста, проходи. Неаполь с папской области, пожалуйста, проходи. Так, стать императором, атаковать державу. Пипец, да что же у вас там за замес такой идет? Папская область хочет прохода против Австрии. Ууу, шпильки-вильки. Так, а вот Австрия тоже, да, воюет с ними? И выигрывает. И победит. Так, о-о-о-о-о, вот это интересно, проходи. Ха-ха-ха. Венгры могут пройти. А, у них, по-моему, Польша, да, в союзниках? Да. Понятно. Смотрите, они тут на все мои территории претендуют. Наивные венгры. Не понимаю, чем это им обернется. Ну, а, у них тут, да, Польша не сможет напасть на венгров, если я им право прохода не дам. Кстати, неплохо. А, не с Францией, вот оно что. Тогда да, венгры тут могут с французами навалять. Наивным, наивным австриакам. Да, кстати, они скастиливают. Воюйте, воюйте. А я пока буду наращивать силы. Мхахашки, мхаха. Мхаха. Чувствую себя этими, как его, америкосами во время мировой войны. Эээ, ну ладно, не все, наверное, поймут. Да, Гошен, все знают историю. Так, отлично. Уйма торгового влияния. Нам только на радостях. Что тут у нас еще? Производство. Снижение инфляции в год, кстати, тоже хорошая тема. Эффективность производства. У нас, кстати, хорошее производство-то. 39, больше, чем торговля. Мам, не горюй. Так, Ганза. Слушайте, я же, че, че, мне же надо претензии делать. Тайная операция, претензии, Любик. Так, отлично. И? Эээ, так. Саксон, Флаксон. Готланд. Готланд. Будешь моим вассалом. Ведь будешь. Ведь мы команда. Так. И Кельн. Чуть-чуть там осталось. Давай налево. Опять эти еретики треклятые. Ненавижу их. Пусть только попробуют захватить. Так, 38. Да, тут можно расположить их. Так. Подождем. Кстати, чуть-чуть там осталось, да? Не успели там взять. Был раскрыт. Да плевать, что был раскрыт. Ну, как плевать. Видите, сразу войную коалицию. Рядом страны. Если вы ее подфабрикуете, у вас видят. О, отлично. Престиж, либо административный техникум. Конечно, престиж. У нас тут его что-то мало... Э, я же сказал нападать. Бам! Уничтожен. Изи-пизи. Все, еще 0,5 традиций получили. Вообще прекрасно просто. Отлично. Все. Скоро мы религиозного единства достигнем. И будем таковы. Так. Ой, в Киеве там вообще долго обращать. Очень долго. Ну, потому что у них тут гигантский налог. Надо строить бастионную систему. Покажите, а тут, по-моему, что-то еще давало. Эффективность миссионеров. Или я путаю? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, рисковастань. Во! Собор! Точно. Давайте строить. Хе-хе. Я не против. Да и к тому же, кстати, тут же вот эта вот тема, видите, дает тут много. Тут вообще налог мощный. Так что нам надо все дело выстроить. Ратушу построим. И потом собор. И будем таковы. Парам-пам-пам. Ратуша 25. Придется с этим разбираться. Стоимость стабильности. Боевой дух армии до 644-го, до 30-го октября. Что? На 20 лет! Ну и ладно. Стабильность я не хочу увеличивать. Ой, уменьшать точнее. Так. Что у нас тут? Саксон-Флаксон. Вступил в коалицию. И был таков. Так. Нам, кстати, надо тут уже стягиваться. Сейчас будем строительством заниматься. Воу! Фигну с миссионеров. Ну давай. Согласен. Поднимаем содержание армии. Ох, мы сейчас их ограбим. На огромную сумму денег. Волшебных денег. Пять седьмых. Ганза. Отлично. Ну что, богемия? Ой, не богемия, а кёльн. Давай, чуть-чуть осталось. Поднажми! Моя сладенькая. О, да-да-да-да-да-да. Сейчас мы тройбан получим. А, нет. Во! Есть! Ура! Прекратить улучшать. Отозвать. Так, влияние. Стать вассалом. Восемнадцатого. Воу! Есть! Все, новую реформу принял. Мы, кстати, престиж и легитимность получаем. А он стоимость национализации. Тоже там престиж. Отлично. Сэкономил он нам время. Стоит заметить. Так, кёльн. Ты будешь моим вассалом. И это хорошо. Ну да, это разозлит, конечно, других курфюстов. Но, я думаю, богемию мы потом присоединим все равно. Потому что мы можем. Ах! Он в состоянии войны находится, точно. Ладно. Союзников у вас, по идее, нет еще? Какое перемирие? Забыл про перемирие. Господи, Гоша, но ты не бас. Ладно. Тогда убираем. Пятьдесят три! Просто сказка. Венгрия! Чё это ты так вдруг запела сладко? Наивная Венгрия. Ты же, по-моему, не можешь быть присоединена. Базовый налог, другая религия и недоверие. Сорок семь против семидесяти шести. Да ну нафиг, Венгры. Идите, гуляйте. Отклонить. Токсана. Токсана, это где вообще? А, вот эти ребята. Фига, Совой разрослась! Какая молодец. Кстати, с Совой бы я подружился бы. А, это у него Сала есть еще? Так, Милан. Эльзас. Так. И Бавария, да? Так, Эльзас, а может ты, кстати... Не, Эльзас чуть-чуть нам не хватает. Мы имеем династический брак, кстати, десятку дает. Это хорошо. Тут, значит, будет 83 плюс 10, плюс Союз, наверное, еще тоже дает. Нет, Союз не дает. Хм. Ну ладно. Майнц. К слову. К слову о полку Игореве. Ты же можешь стать моим вассалом. Разгневные отношения сто. Да, может. Слушайте, давайте еще его сделаем вассалом. Что будет вообще шикарно. Майнц вассал, Богемия вассал, Кёльн вассал. Плевать на все. И я всегда буду императором. Отлично. Так, я согласен, кстати... Не, установить вечный мир пока рано. А вот доход от налогов плюс 15, это просто бомба. Так, Стаксана. Где ты вообще? Я что-то тебя потерял. А, вот это вот писеныш хочет что-то со мной построить отношения. Отклонить! Треклятая Токсана. Ладно. Гигант. Смотрите, какая германия гигантская. Ну, конечно, Россия больше, но... Вот поймите, вот эти вот все... Каждая провинция, она намного дороже. Допустим, здесь провинция сколько стоит? Это два. Это один. Два. 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 Один. Два. Один и восемь. Тут. Пять. Четыре. Три. Двенадцать. Семь. Семь. Десять. Пять. Восемь. Понимаете? Намного дороже. Но хотя вот эти тоже. Три. Два. Два. Хотя вот это вообще одиннадцать. Ну, ладно. Что у нас тут с восстаниями? Все, успокаиваются они потихоньку. Тут надо еще религии разобраться. И быть таковым. Савоя. Вот это уже интересней. Савоя можно выстраивать отношения. Написать нет ли у нее соперников среди моих союзников. Неаполь, Швейцария, Милан. Да, Савоя, давай. Дабы тебя не погрызла Франция. Так, давай союз еще заключим. Так. Отлично. Отлично. И. Ну, остальное. Остальное приложится. Кстати, у нас тут неплохо. Нам бы с Венецией разобраться, но ее нереально атаковать. Потому что она тут просто стоит своим флотом. Ну, в принципе, если я сюда своим флотом приплыву... Гошан, да забей. Пока с этой будешь мракобесией страдать. Конечно, Венеция-то вкусно, но... Но надо восстанавливать свои престижи и прочее. Так, предел армии. О-о-о! Наш наследник. Ешкин матрешник, какой у нас молодец наследник. Ладненько. Кстати, я не помню за генералов. Да неважно, плевать. Нам нужно построить еще эти соборы и прочее. Надо еще ратушу воткнуть вот здесь. А там уже строится что-то, да? Так, это дорого. Арсенал, кстати. Кстати, кстати. Точно! Число рекордов провинции 500 стоит. Но, по-моему, я уже там построил. Насколько я помню. Так, Франция. Чего это тут вдруг с кем? С османами и Кастилией, да? С османами и Кастилией. Ну, можно. В принципе. Так, Готланд отозвать. С османами и Кастилией. Так. То есть, им нужно тут проход, чтобы они с османами дрались. Османы до них не доберутся и просить им... А давайте, кстати. Пусть проходят. Лучше ко мне относиться будут. Что тоже является плюсом. Огромным. Огромным плюсом. Гёссон, можно тебя погрызть будет? Я так думаю. Хотя я скорее просто тебя поделю на части. Так. Здесь так. Здесь стоимость национализации по-прежнему гигантская. Здесь... Да! Надо вот ещё на эту провинцию сделать претензии. Но! Теперь мы можем нового вассала заиметь. И быть молодцами. Отлично. Кстати, у них армия 7. Почему? Непонятно. Хотя, кстати, тут пятёрка. Неплохо. 19-й у них в военной технологии. Тоже не кисло стоит заметить. Венеция. В войне с османами. Ну... Ладно уж, Венеция. Проходи. Разрешаю. Хотя я не против, чтобы тебя погрызли. Тогда у тебя базовый налог уменьшится. Хотя он у тебя и так 30. Да. Это тебя должны сильно погрызть. Пусть проходит. Фиктивность миссионеров, конечно. Нам скоро над скивом заниматься будет. Уже 90 месяцев. Но это очень долго. Мне ещё надо тут вот это построить. И быть таковым. Феррара. Феррара Роше. Ассасманами. Да, проходите. Знаете, я... Это что у нас тут? Великолепный памятник. Тоже неплохо был. Вообще надо построить эти крутые здания. Но что-то пока... Что-то пока-пока-пока. Покачивая перьями на шляпах. Можно было бы ещё инфляцию понизить. Она у нас что-то вообще тут поднялась. Кстати, дёшево стоит нам её снижать. Благодаря нашим модификаторам. Давайте чуть-чуть её сбавим. И... Ну, ещё разок. Всё. И теперь... Кстати, слушайте, а ведь это уменьшает стоимость строений. Насколько я помню. Да, на 13%. Ладно, давайте уж прям совсем её опустим. Конечно, нам золото не кисло даёт. Кстати, и деньги у нас сразу прям больше стало ещё даваться. Тоже это плюс большой. Когда у нас перемирие с Ганзой закончится? С 58-м. О, ещё долго. Но денег мы там получим. Просто немерено. Просто огромное количество. Так, тут у нас вассал. Давайте сразу с ним отношения улучшим. Ну чё, Кёльн, воюешь ещё? Хулиган ты этакий. Ладно, но мы их деньгами снабжаем, так что всё нормально. Саксон Флаксон плевать. С Брауншвайгом тоже плевать. Португалия, проходи, не беда. Кто у нас тут остался? Богемия. Да, Богемия тут что-то негодует. Непонятно, кстати, почему. А почему ты негодуешь-то? Хулиганка. Экономика. Может быть им тоже, кстати, назначить субсидии? Ну давайте. Давайте по десятке им платить. 40 лет. Пусть они там наращивают свой потенциал. И подарок есть. Но они подарок вообще ценить не будут. Ох ты, Сайтик. Офигеть, Браунштейк может сейчас Кастилия тут навалять. И наваляет? Офигеть. Кастилия никчемная абсолютно странная. Ладно. Воевать она не умеет, я имею ввиду. Сколько нам тут еще до соединения? 1974 год. Пипец, долго-долго. Давайте улучшим, а то там еще кто-нибудь захочет ее проспонсировать. Дабы она от нас решила отделиться. Так, Готланд. Ну ладно, с Готландом мы потом разберемся. Давайте его возвращать. К нам Майнц тоже возвращаем. И как бы нам с тобой подружиться. Глупый Майнц. Войный союз не хочет. Мнение у них о нас ужасное. Видите ли? Право прохода пока не хочет предоставлять. Так, ну давай, я тебе гарантирую независимость. Потому что могу. И давай, я тебе подарок пошлю. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Киев. Не, погодите. Киев еще успеет. Давайте ратушу там построим. Так, Майнц. Итак, продолжим. Не отвлекайся. Право прохода. Династический брак не могу. Че нам надо? Ты забыл. Ай, подарок, точно. Подарок надо им отправить. 23 ноября. Отправляем. Так, Неаполь покидает военную коалицию. Правильно делает. Стоит заметить. Так, влияние. Я думаю, они будут моими союзниками. Надо только... У них... Ну че, субсидии им надо назначить. Так же. Да, давайте. Либо пусть... Не, передавать они мало тут будут. Давайте им субсидии назначим. Десятку. На 40 лет. Я так всех подкупаю. И правильно делаю. Кстати, здесь тоже можно отношения подулучшить. Скоро они присоединятся к нам. Я в это верю. Здесь нам надо ждать. И вообще все мы правильно делаем. Мы красавцы. Распространить культуру. Какие-то дурацкие задания. Ну да ладно. 19. Кельн. Смотрите-ка, немножко осталось. Богемию сделаем. Так, надо с Эльзасом тоже... Ой, как мы тут упали в отношениях. Надо с ними поднять отношения. И чтобы они... Ну, нам нужно больше 50. Потому что они будут негодовать. Когда мы присоединим Курфюста. Сделаем своим вассалом. Здесь мы кормим их. Послать подарок. Субсидии назначили. Все мы правильно тут сделали. Так. Единственная истинная вера. Мы религиозного единства добились. Мы вообще красавцы. Господи, все у нас идеально. Денег, мама, не горюй. Богеми отзываем. И давайте строить что-нибудь. Ох, советник умер. Доход от налогов, престиж, эффективность миссионеров. Ну, не знаю. Наверное, доход от налогов плюс 5 будет неплохо. Куча денег. Да и престиж нам, кстати, не помешает. Да и административные очки в огромном количестве не помешают. Ну, а вообще бы тут самых дорогих нанять. Лимитарми. Нет, депрепутация мне нужна. Сейчас, по крайней мере. Так. Ну что? Кельн. Мой сладенький. Давай там заканчивай эту дурацкую войну с Францией. Надоели. И... Эээ... И будь таков. Так. Богемия умер. Так, еще раз давайте сделаем. Какие проблемы-то? Проблем-то никаких нет. Никаких нет, Гаяшан. Да у тебя легитимность смешная. Ничего, станем императорами. Никто уже не смеет. Будет смеяться над нашей легитимностью. Кстати, они же ухудшат отношения, когда мы Кельн сделаем вассалом. Я что-то не подумал. О, подарок закончился. Понятно. Это будет дорого стоить. Да. Ну ладно, пока не будем. Тем более там воюют. А вот Богемию бы сделать. Наверное, надо сначала Богемию сделать. Наш Сазирен бросил нас. Смотрите, плюс 6 в год, кстати, падает. Субсидии повышаем. Приграничный конфликт повышаем. Да. Надо отменять субсидии Кельна. Либо не надо, кстати. Надо, надо, надо отменять субсидии Кельна. Прекратить субсидии. Да. Пусть нам денежки капают. Это ухудшит отношения, но мы потом назначим через подарок. А пока нам надо как-то разобраться с Богемией. Понятия не имею как. Мы, по-моему, уже все, что только можно тут сделали. Давайте еще попросим проход. Просто так, почему бы и нет. О, брачная политика приносит плоды. Появляется новый законный наследник. Претензии неоспоримые. 1, 2, 4. И чего? И что? И зачем? Еще какой-то более никчемный. Или, подождите, может быть он более кчемный? Да нет, это тот самый никчемный. Нет! Твою налево. Закончилась у меня тема. А, во, можно взять более дешевого, но... Но он более дешевый. С другой стороны, постоянно просто отношения тоже неплохо. Да и эффективность торговли неплохо. Даже и не знаю. Даже и не знаю. Да, давайте возьмем эффективность торговли. Нам нужны очки. Класс! 7, 11, 5, еее! Супер рэп! Вот это нам, кстати, надо взять. По-моему. Ну да, почему бы и нет. Эп-бам! Воу-воу-воу! Что это там такое? Адмиралтейство! Измене морских традиций! Да господи, Гошан, строят эти здания уже! Они же у тебя такие ценные. Все, собор. Скоро сможем воткнуть. Сколько он стоит? 500. Отлично. Ратуша. Ладно, стоп. Подождем с ратушей. Тихо. Чего это у нас? Кстати! А, таможня. Нет, подождите, это не то. Плюс 26! Жесть! Офигеть! Торговое влияние увеличивает! Просто огонь! Просто огонь! Но... Арсенал. Подождите, а почему я не могу построить призывной полк? А, потому что он у меня уже есть. Вот оно что. Ну ладно. Таможня, слушайте, это круто. Мне нравится таможня. Сладкая таможня. Давайте ее построим. Увеличим тут свое торговое влияние. Так, ну конечно мы вмешаемся. Кто там? Трир? Латергия, Майнц и Вютенберг. Ну ладно. Элизаз я точно не кину. Сейчас мы их просто сотрем в порошок. Просто сотрем в порошок. Ладно, друзья, давайте подтягивайтесь сюда. Авось пригодитесь. Так. С кем мы тут воюем? Давайте вот сюда притопаем, пришлепаем. Через вот этих ребят. Так. Майнца захватим. Так. У военных традиций увеличится или престиж уменьшится? Гениально. Как будто у меня есть выбор. Придется повышать военные традиции. Хотя, слушайте, я сейчас престиж от военных побед получу. Да, давайте. Не хочу я деньги тратить на это дело. Потому что это явная трата. Так, улучшаем. Так. Еще месяцок. И все будет чики-пуки. Давайте майнца пока захватим. Потому что мы можем. Е-е-е. Видите, как лагать начинает, когда мракобесие начинается? Так. Последнее. Подождите. Пятьсот голды надо. Чтобы. Что? Почему? В провинции могут быть особо только одной категории. Ну. Почему не могу собор построить? Что за дела? Что-то я не понял. Вообще не могу собор построить. Подождите, а разве для этого колледж нужен? Да, слушайте. Сначала колледж нужен. По-моему. Блин, может я ошибаюсь. Но по-моему. Ну, видимо, да. Ну, ладно. Давайте тогда вот так сыграем. Господи. Что не поделаешь. Так. Так. Здесь мы берем. И кто там еще? А, ну все. Тут, в общем-то, захватывать-то мало кого придется. Завоюем этих. Оставим вообще тут. Воу-воу. Стабильность. Либо престижный 50. Просто жесть. Крутые у нас традиции. Так. Давайте поможем им тут. Их порвать как следует. Бам. Отлично. И что у нас тут? Это Эльзас. Майнц. Кто там еще должен быть уничтожен? Трир, да? Все. Разбили. Так. Добиваем их армию. Бам. И захватываем эту провинцию. Вы вот эту захватываете. И все. И походу конец игры. Так. Нет, дождите. Вы давайте вот туда идите. Вы же друзья. Мне вот так вот так просто оставьте. Вот здесь вот так вот идите. Вот здесь вот так объедините. Супер мастер объяснений. Так. Религиозное единство. Вау. Сколько очков и престиж. И вообще. И круто. Так. Босния. Войных тачков. Не знаю. Вдруг это исчезнет потом. Ну ладно. Мне там еще долго. Босния. Это вот здесь. Это я помню. Так. Под фабрикация претензий. Тайная операция. Пофабриковать претензию на боснию. Оу да, детка. Оу да. Ладно. И чего? Все. Получили по шапке. Я только понимаю, кто на кого напал, но вроде как мы помогаем тут. Неаполь разорвал. Ну конечно, война-то закончилась. Ну что, Трир. Я всегда с тобой. Ой, Трир. Господи. Эльзас. Эльзас, я всегда с тобой. Я тебя никогда не подводил. Я не подведу. Никогда. Я люблю тебя. Ладно. Тут 152. И тут 152. Ну, понятное дело. Там-то я подарков не дарю. Ух ты. И тут я что-то подарок должен опять дарить. Ну ладно. Зато у нас уже будет дофига отношений. Так. Торговое влияние, налогов, рекрутов. Ну давай налогов. И экономика. Да, надо им субсидии назначить. Там фабрикация. Навара. Все, можешь возвращаться. Фига, быстро возвращаются по Европе. А, да. У нас же принята эта идея международная. Отправить подарок. Ой. Ой, как дорого-то. Смотрите. Просто жесть. Ну ладно, ничего не поделаешь. Сатанчик мы ему накинули. И скоро осаду мы выиграли. Отлично. Так. Влияние. Где у нас это было-то? Да, влияние. Нет, стоп. Трир. Отлично. Все, война закончилась. Потрясающе. Какая длинная была война. Так. Вы давайте вот сюда. Утяк, 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 утяк. Супер рэп. Богимя. Так, итак, дальше. Давай с тобой разбираться. Улучшим отношения. Я люблю этих парней. Готланд и Нарвана. Просто лучше обо мне думают. Мои васалы или кто они там мне. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Так. Что у нас, кстати, с лимитом флота? Еще четыре корабля можем построить. А почему бы их не построить? А давайте галеоны построим. Просто галеоны, они лучше сражаются на воде. Так, пятьдесят три. У нас нормальная традиция. Они даже еще и повышаются. Все, Трир покинул военную коалицию. Потому что у них, видимо, уже сил не осталось. Ни на что. Так, а что вы тут стоите-то? Туда топать, шлепать. А хотя, погодите. Половинка туда. Так. И тут половинка туда. Так. А тут половинка сюда. Есть, сбалансированная армия. И погодите. Что-то... Да, все нормально. Парам-пам-пашки. Ну что? Кто осмелится? Воу, богемия, чего это ты перестала? Так начни снова. Мне нужны твои очки. Передача. Кстати, как раз нам их не хватает, походу. Хорошие новости. Прекрасно, люблю хорошие новости. Ну и чего? Сто восемьдесят. Чуть не хватает. Но... Сейчас Сюзерен бросил нас, пройдет. Незаконные территории даст. Так. Стабильность. Пффф. Просто огонь. Вы только глянете на эту прелесть. Дипломатические очки в любом случае, да? Лип-престиж. Ну, мне некуда девать дипломатические... Ой, престиж. По-моему, я тут ничего не могу такого принять. Важного. Так что... Давайте... Давайте посмотрим, что будет. А, ничего. Просто вот так вот. Получили очки. Класс. Крутая идея. Это, по-моему, кстати, международный... Нет, это дипломатический, наверное. Я так думаю. Может, новаторский. Что угодно может быть. По-моему, еще, кстати, предикты влияют. Но это я точно не помню. Но, по-моему, влияет. У-у-у-у. Выполнили задание. Улучшить. Нет, мы потеряли то задание. По религиозному единству. Ну, ладно. Едисон. Едисон. Нет. Я сказал... Господи, я сказал Едисон. Ты что-то меня не слушаешь. Я же говорю в микрофон. Так. Тут важно, кстати, улучшить пустенную систему. Пусть тут будет лучше защита. Ух ты, по троечке, смотрите-ка. И кисло у меня тут. Попробуйте, только зайдите. У тебя, кстати, у них тут тоже по двоечке, по троечке есть. У меня тут троечка. И тут у меня есть троечка. Так. Чего? О, да, детка. Боевая духа флота. Содержание увеличится, но у нас денег немерено. Войны галеон и фрегат. А-а-а. Твое налево. А я их уже строю, да? Вот тяна. Но я их еще не построил. Нам 50% стоимости вернется. Но только 50%. Зато мы можем военных фрегатов построить. Мощных. Современных. Непобедимых. Непотопляемых. Четыре корабля. Отлично. Долго. Долго. Они строятся, но... Тут ничего не поделаешь. Мы, кстати, по военным очкам проигрываем. С чего-то вдруг. С чего это мы вдруг по военным очкам стали уступать? Посмотрим. Какого лешего? Так. Военные очки. Россия, да? Солдаты девятку им дают. А у нас солдат пятерку дают. В военной идее у нас больше. Генералы. А, генералы входишь. Будут еще генералы. Ну и боевый дух у нас там еще из-за событий упал. Ну давайте еще возьмем генерала. Я не против. Тем более он у нас такой. Молодец. Так. Вот этот, например. Так же. 101.05. Не знаю, по-моему, это не очень-то сильно сказывается. Если я правильно понимаю. 1.05. Да, 1.06. Видимо, дали нам чуть-чуть. И у нас, походу, по лимитам тут мы теряем. Надо еще добавить. 30-30. Да, надо много вот этих ребят добавить. Шотландская пехота. Тогда нас вообще все будут бояться уважать. Еще больше, чем сейчас. Так, 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 так. И тек, 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 тек. Еее. Повелители армады. Наша армия тащит. Ну да, у нас в принципе такие хорошие тут рекруты. Что... Почему бы и нет? До соточки. Тихо! Не знаю, кстати, мы этот лимит не превысили. Да не. Гошан, ты что, шутишь, что ли? Те лимит, чтобы превысить, надо ещё клепать и клепать. Клепать и клепать. О, так. Пока третий. Третий. Ну же. Не. Видите, они всё равно... А! Я забыл! Ну правильно. Мы потому что им не платим. Я вспомнил эту фишку. Когда вы не платите своей армии, в общем, типа её эффективность считается низкой, есть такое дело. Поэтому парам-пам-пам. Парам-пам-пам-парам-пам-пам. Так, вы давайте лучше... Э? Куфига. Твой налево. Он что-то двинулся не туда, куда следовало. Так, всё, отлично. Так. 57-59. Тут супер-убер-мега-армия. Непобедимая, несокрушимая. Венгрия разорвала соглашение. Чё? У нас было соглашение? Да плевать. Так, здесь у нас что с тобой, богемия? Давай улучшать отношения. Ведь мы с тобой когда-то были друзьями. Ну, мы сейчас друзья. Ну, мы были ещё большими друзьями. Так, 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 так. И вот так. И чего? Чего-то я... А, да! Именно. Собор. Нет, не хватает мне. Давай, стройся там быстрей. Доход налогов плюс 3. Боди... С богемией. Ну, пусть пока побудет там. Эээ... Чего это у нас? Вильзас. Улучшаем. Всё правильно делаем. С Кёльном надо, кстати, тоже тут улучшать то, что мы можем. Богемия. Давай, чуть-чуть. Моя сладенькая. Чуть-чуть осталось. Там как-нибудь поднимись. Поднимись ввысь. И пари, как птица. Пополам сюда, пополам сюда, пополам сюда. Пум! Всё, и вы туда. Отлично. Ну и чё? У кого самая крутая армия? Смотрите, всё равно нет. Ну да, 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 Гошам, потому что им не платишь. Ааа, всё, Кёльн. Ладно, Кёльн, возвращайся. Ну чё, ребятки, когда мне вас уже можно аннексировать-то? В 55-м, да? Скоро. 7 лет осталось. Еее, мы молодцы, улучшили. Распространить. Ааа, не дали нам это задание, к сожалению. Ну да ладно. Не дали, так не дали. Если бы дали. Мы были молодцы, но нам не дали. Так. Богемия. Ну чего, ну чуть-чуть. Давай, давай, давай. Поднажми. Ты можешь. Всё, Лиза с больше 50, это хорошо. Кёльн, потом присоединим тебя. Воу-воу-воу. Буржуазные. Треклятые. Ненавижу их. Ладно, давайте административными заплатим. Нам тут надо ещё будет дипломатические, чтобы развивать технологии. Ну же, ну же, давай, 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 давай. Ааа, разорвала. Плевать. Ну же, ну же, давай, давай, богемия. Чуть-чуть осталось. Киев, погоди, Киев. Так, собор. Эффективность миссионеров. Плюс три. Так, реформирование. Торговление местное. Плюс 23. Мамнигарю, шпильки, вильки, бульки. Отлично, торговли у нас ещё больше будет давать. Сорокет. Класс. На втором месте. Блин, чё я на этот счёт смотрю? Он не очень-то важен. Стать императором, состранить культуру, шпильки, вильки. Ну, кстати, у них, по-моему, уже давно не умирал император. 70 лет ему уже. Слушайте, надо тут... Может быть мы... О, отлично. Привет. Мой сладкий вассал. Добро пожаловать обратно. Так, эти, конечно, тут негодуют. Но мы это исправим. Отправим им подарочек, во-первых. Так. И... О, слушайте. Прикольно. Назначим им субсидии. Так, где у нас там субсидии? Предложить. Ну, значит, субсидии 11 марта. Да. На 30 лет. И, кстати. Я вот не помню, мне надо отменять субсидии богемии? Прекратить субсидии. Зачем я их субсидирую? Они мои вассалы. Так. И всё, да? Шесть седьмых. У меня ещё... Блин, я даже не знаю, куда отношения девать. У меня столько этих отношений, благодаря международным связям. Гошен выпендривает своими отношениями. И... Торговый спор с Венецией. Плевать. Отлично, отлично. Смотрите. Пушки можем модернизировать. Да, всё правильно. Класс. Теперь-то, может, точно превзойдём этих мракобесов. Плюс 1.27. Всё. С третьего на второе перебрались. Так. Франция. Ээээ... О! Кстати. Ганза. Пятьдесят восьмом только. Ах. Ладно, французы. Чё у нас тут? Бам-бам-бам. Осталось только Кёльн завоевать. Слушайте, ну я возьму это задание. Стать императором. Мне нравится. Императорский авторитет сразу дадут, стабильность увеличится. Ну ладно, стабильность у меня сейчас не очень нужна, но вот авторитет. Папская область разорвала на пароход. Так, давайте, кстати, отношения улучшим. Так, отлично. И покидает. Нас снова перестали опасаться. Стоп, стоп, стоп. Ну давай же, давай же, незаконные территории пройдут. Субсидии пополнятся. Давай, моя сладенькая. Кёльн, мой дорогой. Мой любимый. Покидает коалицию. Все покидают. С жизнь налаживается. Какая прелесть. Генерал покинул мир. Всё. Отлично, всё. Просто великолепно. Отлично. Контролируем курфюстов. Да, только надо с Эльзасом теперь нянчиться. Пипец. Просто на грани. О, Витя аж минус сто даёт. Слушай, а как? Не хочешь ли стать моим вассалом? Династия. Нет династии. Надо, во-первых, Кёльн перестать субсидировать. Экономика. Прекратить субсидии. Ну, стоит заметить, что это такой close game получается. Очень жёсткий. Так. Прекратить субсидии. Да. И... Эммм... Чего теперь-то? Чего теперь-то? Да, кстати, Эльзас просто тут на грани фола с нами дружит. Вот. Но нам, в принципе... Даже не знаю. Чё с ним сделать-то? Династия есть. Всё у нас с ними есть. Но... Эти не хотят они. Не хватает чуть-чуть. Из-за того, что они курфюст. Базовый налог. Династический брак. Подождите, а у нас ещё нет союза? Есть. Не хотят. Дружелюбные отношения. Династический брак. Доверие. Эльзас. Дипломатическая репутация. Нам шесть не хватает. Так же? Хм. Да. Нам этот вассал пригодится. Так. Нам не хватает чуть-чуть. Мы можем это компенсировать вот этими отношениями. Вот этими. Так же? Правда, их потом придётся отменять. Но... Эльзас. Ладно, давай начнём с того, что будешь нам передавать торговое влияние. Чуть-чуть там что-то не хватает. Может, если я ещё армию побольше построю, то он согласится стать вассалом. Военная мощь. Плюс 20. Доверие. Плюс 19. Дипрепутация. Ну, а у нас же у нас хорошая. У нас же хорошая дипрепутация. Князь империи. Легитимность. Дипломатическое сотрудничество. Так, Эльзас, что же мне с тобой делать-то, а? Видите, плюс 1. Это, как вы понимаете, очень ненадёжно. Это может быть в любой момент потеряно. Так я субсидии там не плачу? Нет. Может, я себе армию чуть подстрою? Ну, по-моему, у меня там с ними и так уже максималка. В плане отношений. Ладно, давайте построим ещё... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три-четыре, я сказал. И... Фильмельки. Тут пушка. Тут пушка. Тут пушка. И тут пушка. Отлично. 69 приход. Отлично. Разорвала на проход. Ну, правильно. Зачем нам он нужен? Ведь мы с тобой стародавние друзья. Давайте улучшим, кстати, с ним отношения. А, мы их уже улучшаем. И правильно делаем. Богими тоже мы улучшаем. О-о-о. Мои суперкорабли. Непобедимые. Так, 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 так. И вот так. Ну, торговли они не дают. К сожалению. Вроде как. А-а-а. Есть! Отлично! Просто великолепно. Успели мы стать. Сразу нам авторитет дали. И мы были молодцами. Вот. Так что, вот такие вот дела. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будьте счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч.